СИРА Сказанные им слова, его нрав, а также его жизнеописание. Высочайшее широкодушие Поход на Таиф Жители Таифа принимали участие в битве при Хунейне, выступая против мусульман. После разгрома они бежали, скрывшись за укреплениями города. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, отправил за ними в погоню. Поскольку укрепления города были прочными и высокими, захватить врага не представлялось возможным. Ряд нападений, предпринятых в течение нескольких дней, закончились безрезультативно. Осада Таифа продолжалась 20 дней, но жители города не сдавались. Чтобы избежать потерь среди мусульман, посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, решил снять осаду и отозвал войско. Раздел добычи после битвы в Хунейне Посланник Аллаха, мир ему и благословение, приступил к разделу военной добычи в Аль-Джиране. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отдал предводителям мекканских племен, которые недавно приняли ислам, по 100-200 верблюдов. Для того, чтобы приблизить их сердца к новой религии. Наряду с верблюдами им было отдано большое количество серебра. Остальная часть добычи была роздана воинам, каждый из которых получил по 4 верблюда и по 40 овец. Всадники получили втрое больше. После этого среди людей разошлась молва о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, не боится обеднеть. Этот мудрый шаг со стороны пророка, да благословит его Аллах и приветствует, способствовал укреплению ислама и увеличению количества людей, принявших новую религию. Сердца, очищенные от скверных мыслей. Сначала люди не поняли политики пророка, да благословит его Аллах и приветствует, по распределению добычи, и некоторые из них стали выражать свое недовольство, особенно это делали ансары. Среди них начались разговоры о том, что пророк, мир ему и благословение Всевышнего, вернулся к своим соплеменникам, к себе на родину. На что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, созвал ансаров и разъяснил им сущность происходящего. Он напомнил им, что именно Аллах вывел их из невежества на путь истины и через ислам обогатил. Кроме того, пророк, мир ему и благословение Всевышнего, указал им на тот большой вклад, который они внесли в дело распространения ислама. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, заявил, что когда все возвратятся домой с благами этого мира, ансары вернутся с посланником Аллаха. Услышав это, ансары расплакались и после этого разошлись успокоенными. Племя Хауазин было одним из зачинщиков войны в Кунейне. Через некоторое время это племя объявило о принятии ислама и отправило делегацию к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, чтобы принести присягу на верность. Присягнув, они попросили вернуть им их близких родственников. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, попросил мусульман вернуть то, что досталось им в качестве добычи. Мусульмане повиновались пророку, да благословит его Аллах и приветствует, говоря, «Все, что у нас, принадлежит посланнику Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего». Таким образом, добыча каждого воина сократилась вдвое. Совершение умры после раздела добычи в Джиране После распределения добычи от битвы в Кунейне, посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, облачившись в Джиране в их храм, направился в Мекку для совершения умры. Возвращение пророка, да благословит его Аллах и приветствует в Медину, произошло 24 дня месяца Зулькаада. Племя Бану-Тамим принимает ислам Бану-Тамим – крупное племя, населявшее территорию от центральной части до северных регионов Арабского полуострова. До принятия ислама Бану-Тамим было воинственным и кочевым племенем. В месяц с мухарам 9-го года хиджри племя Бану-Тамим выступило против мусульман. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, отправил для сражения отряд из 50 всадников. Мусульмане напали на них посреди пустыни и одержали победу. Несколько человек попали в плен, их доставили в Медину. После этого в Медину прибыла делегация племени Бану-Тамим в составе руководителей племени, поэтов и ораторов, которые намеревались сразиться с мусульманами теперь уже в словесном споре. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, повелел оратору-мусульман Сабиту Ибн-Кайсу и поэту Хасану Ибн-Сабиту выступить с речью перед делегацией Бану-Тамим. Осознав, что по ораторскому и поэтическому искусству сильнее мусульмане, тамимиты согласились с поражением и приняли ислам. Пророк, да благословит его Аллаха приветствовать, так обрадовался этому факту, что не только отпустил пленных, но и одарил их подарками. Племя Бану-Тай Бану-Тай – племя, населявшее северные районы арабского полуострова. До принятия ислама исповедовало христианство. Предводитель племени Хатим-Тай в период невежества прославился своей щедростью. После его кончины правление племенем перешло его сыну Адиу. В месяц Раби-Уль-Ау-Валь, 9-го года хиджры, посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, отправил Али ибн Абу-Талиба, да будет доволен им Аллах, во главе 150 воинов в поход на племя Бану-Тай, для того, чтобы уничтожить главного идола этого племени – Фулца. Мусульмане утром напали на лагерь Бану-Тай и захватили несколько человек в плен. Среди пленных была и дочь Хатима Сафана. После того, как добычу и пленных доставили в Медину, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отпустил дочь Хатимы на свободу. Она, в свою очередь, при встрече с братом, который ранее бежал в Сирию, сказала ему, что пророк, мир ему и благословение Всевышнего, сделал для нее столько добра, сколько не делал их отец, и попросила брата отправиться к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Али приехал в Медину, направился к пророку, мир ему и благословение Всевышнего, и после разговора с ним принял ислам. Субтитры создавал DimaTorzok